Израиль Шамир Долгое время Россия как будто бы вообще не знала, где это Ближний Восток, то есть было какое-то присутствие и участие, но оно было таким очень-очень номинальным. И вот так вот все это тянется. Во главе Сирии стоит официально президент Башара Асада, который друг России, в принципе отношение, говорится, хорошее, и Россия поддерживает немножко Башара Асада. И так все это понемножку тянется. И ощущение такое в мире, что Россия после того, как она получила страшный удар в Новороссии, как это считается на Западе, и как ее уже опозорили и осрамили, она, конечно, уже в Сирию лезть боится. Вот такое было общее мнение. То есть медведя обломали зубы, теперь он тихо сидит. Да, он лежит в своей берлоге, и если он там поглядывает на какой-нибудь там Донецк, это предел его мечтаний. И вдруг вот на таком вот фоне абсолютной безнадеги, абсолютной такого затухания, вдруг Россия принимает решение активизироваться в Сирии. И, значит, я был один из первых, если не самый первый из обозревателей в России, которые это дело заметили, которые это дело увидели. Когда туда полетели российские истребители, когда туда поплыли танки и БТР, когда туда отправились какие-то ударные подразделения российской армии. А танки и БТР туда отправились на авианосцы? Ну, отправились там на чем-то, на чем-то. Как-то они туда, говорится, отправились. И, значит, стали их видеть, стали слышать по связи русских солдат, которые там посылают друг друга там определенным сложным, говорится, образом, как мы все знаем и догадываемся. И вот так за несколько дней ситуация полностью изменилась. И отношение к России тоже, надо сказать, стало меняться прямо на глазах. То есть вдруг оказывается, что медведи не так, чтобы подбиты, не так, чтобы ранены, не так, чтобы в берлоге, а вообще шастает по миру. И вот, говорится, может быть во всяких разных местах. И сразу же удалось сделать несколько очень эффективных операций в районе Латакии. И что еще интереснее, конечно, это то, что возникает сейчас большая российская военно-воздушная и военно-морская база в Латакии. Это очень важно нам геополитически. Да, конечно. Знаете, Севастополь, конечно, хорошо. Но Севастополь, он все-таки находится по ту сторону Босфора и Дарданеллов. То есть место узкое, пройти Босфор. А тут сразу уже база в Средиземном море. Это то, чего, знаете, даже прибрежнее вето не было. То есть, таким образом, мы выходим на плацдарм Средиземном море и сразу имеем огромное количество влияния на Ближнем Востоке непосредственно. Вот я так знаю, что к нам прилетал гонец из Ирана предварительно, какие-то обсуждались планы. Или же это слухи? Нет, нет. Из Ирана все время кто-то летает туда-сюда. Россия с Ираном поддерживает очень тесные контакты. Ну, может быть, не настолько тесные, как хотелось бы Ирану. И, может быть, не настолько тесные, насколько хотелось бы многим в России. Но точно более тесные, чем хотелось бы Америке и Израиле. То есть отношения между ними такие очень живые. А какую позицию занял Израиль? Вот я знаю, что прилетал премьер-министр, какие-то были переговоры с президентом Путина. Да, Израиль, конечно, долгое время, последнее время в Россию не ездил. Кстати, так большой дружбы не было. Почему? Ну, потому что раз медведь подбит, раз медведь ранен, раз лежит в берлоге. Так кому нужно, кажется, с ним общаться-то? Ну, и сразу все стало по-другому. Ближний Восток, или, скажем, Сирия, это как вот такое болото, покрытое ряской. И в этом болоте ходит одна большая щука, это Израиль. Которая, наверное, кого хочет, того и тяпнет. Самое лучшее вооружение сейчас в Израиле, да, на Ближнем Востоке? Очень, да, огромная, конечно, сила. Благодаря Америке? Ну, Америка накачала, и там, благодаря, там, иди пойму чему, пойми чему, ну, в общем, многое может. И вот сейчас, когда Россия, так сказать, вдруг разворачивается, в Израиле, конечно, большая озабоченность. То есть, как это так? Раньше мы куда хотели, туда летели, кого хотели, того бомбили. А сейчас, если там окажется русское ПВО, если там будет русская авиация, ты, говорит, не полетишь. Вот та Латакия, та самая Латакия, где возникает российская база, ее израильтяне ведь бомбили совсем недавно. И не только недавно, и в прошлом году бомбили, и позапрошлом. И не только израильтяне, насколько я знаю. Там-то нет, там только израильтяне бомбили, да. Израильтяне ее очень активно бомбили. А тут, вот, говорится, больше не побомбишь. Поэтому это, конечно, озаботило. Затем, еще у Израиля долгое время была такая мечта, что Россия не будет поставлять современное оружие в Сирию. Ну, там, знаете, если будет поставлять там, это самое, дедовские берданки, так ладно. А если что-нибудь более активное, то лучше, чтобы не надо, потому что там, ну, видишь там, То есть Сирия, это же часть Палестины, получается. Исторически, да, исторически Сирия, Палестина, Ливан и Ордания, это все одна, так сказать, древняя, великая Сирия, так сказать, Сирия-магна, как говорили римляне, да. Но в наши дни она, может, как-то более-менее отдельно. И у них там большая сила, это пришла из Ливана. Это Хизбалла, замечательная такая боевая организация шиитская. Это самая эффективная боевая сила на Ближнем Востоке, кроме Израиля. Маленькая, но очень энергичная. И вот Израиль очень опасается, что вот, мол, Хизбалла получит оружие, и тогда просто вот захочешь полететь в Ливан и не сможешь побомбить. Представляете? А кого-то да бомбить-то, если не Ливан, казалось бы, уж такое, так было принято. И вот на эту тему прилетал Биби Натаньяу. Он, значит, попытался уговорить Путина, ну, если можно, чтобы не поставлять оружие. Ну, это, конечно, он понял. Так, вы считаете, это ему удалось? Нет, это, конечно, ему не удалось, само собой. Но это он и не очень-то рассчитывал. И он, по крайней мере, договорился с Путиным об одном, что будет между ними военный канал связи, что военные, русские военные в Сирии и израильские военные с израильской стороны, будет у них там телефонная линия, и чтобы они как-то могли установить связь друг друга не бомбить, если не считают нужным. То есть, если соберутся бомбить, так чтобы это не по ошибке было. А почему, вот интересно, только сейчас, уже 4 года идет война, и вот только сейчас Россия приняла такое, в общем, довольно неожиданное для мира решение принять такие активные боевые действия. Вот я-то думаю, что это, конечно, было связано с Новороссией, с тем, что, я думаю, настолько, как говорится, было сложное положение, и настолько Украина все-таки ближе, чем Сирия, что было ощущение такое, надо вот как-то тут разобраться. Сейчас, наконец, когда вот вроде бы успокоился Новороссийский фронт, какое-то там затишье-то есть. А почему, кстати, он успокоился? Как вы думаете, это связано с поездкой Порошенко к Меркель? О, вот это-то я не... Это вы, наверное, знаете лучше меня. То есть, я это не знаю, но то, что с российской стороны желание успокоить, как мы сейчас понимаем, было потому, что вот сразу стрелять со всех сторон трудно, а Сирия актуальнее. Сирия актуальнее, потому что таяло на глазах государства Башара Асада. У них уже территория была там 30%, говорят русские, 18%, говорят американцы, территории. Население, конечно, в основном у них, потому что население порядком бежит, так сказать, вслед за армией Асада или становится без... А что происходит вот на тех территориях, куда заходит ИГИЛ? Да вот это вот на самом деле немножко неоднозначная вещь. Насколько я понимаю, ИГИЛ или ДАИШ, как это там в наших местах это называют, это не чисто разрушительная сила. Все-таки они там пытаются наладить быт. Они, если люди, это, значит, сунниты, правоверные, мусульмане, в том смысле, как это понимают саудовские арабы, то, в общем, никакой там большой беды для них нет. А если, не дай Бог, они христиане? Если, не дай Бог, они христиане, то хорошего-то мало, а если они шииты, то еще хуже. То есть тут вот разделение по сунниты-шииты намного более серьезно, да, если тем христиане? Они, да, очень вот странная такая вещь. Они вот, говорят, это вот люди, которые говорят, что вот, мол, что шиит, это хуже, чем еврей. Представляете, какой ужас, да, так сказать. Ну, да, на Ближнем Востоке это действительно звучит как самое последнее оскорбление. Да, хуже, чем сионисты. Ну, на самом деле, шучу, евреям-то относятся неплохо на Ближнем Востоке, с уважением, но с шиитами-то вообще раньше проблем не было, а сейчас, конечно, все в этом плане. То есть были смешанные браки? Полно смешанных браков. Шииты-шииты. Да, конечно, конечно. А каким образом вообще начался вот этот конфликт? Я знаю, что шииты и сунниты разделены вот как бы по ветвям пророка, да, вот расскажите вот эту вот изначальную историю. Ну, то, что было в древности, это, так сказать, было в древности. Ну, вот интересно просто, откуда это все пошло? Кто-то племянник Мухаммеда. Племянник, да, Али. Да, Али был убит, и после этого, так сказать, они разошлись. Но это было давно, это не надо слушать. Ну, то есть вы считаете, что они уже сами не помнят, откуда это пошло, а просто они ведут вот свой вид. Ну, помнят, но не очень активно. Это вот такой же спор, как там, важно ли, актуально ли нам знать, кто кого поддерживал из волынских монархов, из волынских великих князей в XI веке. Ну, то есть это не как православные католики в христианстве? Нет, это как православные католики, но православные католики ведь тоже не знают свою разницу. Спросите среднего православного, в чем там разница. Тоже ведь скажут, ну, там, вот у нас бородатые священники, а у них бороду бреют. Наши женатые, а их нет. Ну, то есть, вот, собственно говоря, так будут внешние признаки. Потому что, по сути, большой разницы нет, конечно. Ну, да, то есть то, что у нас верят в Господа Бога, Святой Дух и Сына Божий. И они тоже. И они тоже. У нас, в принципе, у них, у православных, у католиков один и тот же символ веры. Верую вместе говорим, кроме там одного слова. И вот в этом-то слове вся изогвоздка. А у шиитов и сунитов в чем разница в их вероисповедании, у шиитов и сунитов? У шиитов и сунитов, да, я говорю, роли не играет. Не играет роли. То есть это просто зацепка, за которую вот ухватились американцы и стали раскочевать? Американцы смогли это дело раскочегарить. Вот и все. Если вот посмотреть до 2003 года, скажем, не так давно, до вторжения в Ирак, да, в общем-то, ничего особых, как говорится, и проблем-то не было. В Ираке жили шииты и суниты, все вместе ходили, смотрели те же советские фильмы или там, что они там смотрели. А мечети они ходили в одну и ту же или были разные? В мечети они ходили разные, но так, чтобы они много-то и ходили в мечети, по праздникам сходили в мечети, и говорится, а дальше, говорится, жизнь идет. То есть ИГИЛ это действительно вот сугубо религиозная организация? Нет, ИГИЛ, конечно, не сугубо религиозная организация. Она пришла в результате того, что произошло в Ираке. После того, как Ирак американцы взяли, после этого они сделали такую хитрую штуку. Они решили, иракцы, решили американцы ликвидировать всю армию Ирака. Они ее распустили по домам, идите домой. Они распустили весь чиновничий аппарат, идите домой. Там же была довольно серьезная структура и в армии. Серьезное современное государство с армией, с бюрократией, с чиновниками. Всех по домам. И мы возьмем только тех, кто не был причастен к власти Саддама Хусейна. А это оказались шииты. Они были немножко не при дворе. Они были на таких, на вторых ролях. То есть не страдали, но, так сказать, не так были. Пришли шииты, поэтому получили власть. А суниты оказались не у дел. Побежали они в свои дома. Стали, говорится, вооружаться. Стали разбираться, что к чему. Шииты, пользуясь американским покровительством, стали грабить сунитов. И так это дело понемножку больше-больше раскочегаривается. И, наконец, бывшие военные Саддама Хусейна говорят, знаете, тут нам ничего не устроишься. Вот они и решили поднять черное знамя ИГИЛ. То есть во главе ИГИЛа стоит армия Саддама Хусейна. Старая Саддам-Хусейновская армия, да. И они действительно там, там много было военных экспертов. Причем многие, которые окончали советские и российские военные академии. То есть они вполне такие обученные. И вот они, значит, туда ушли. И поэтому так быстро им удалось начать брать города, занимать территории. А потом оттуда они уже пришли в Сирию. А Сирия к этому времени была уже раздолбана несколькими годами гражданской войны. А там уже было много-много всяких разных факторов, которые между собой, кстати, воевали как могли. А Соединенные Штаты решили, что Башара Асада надо сместить. Вот, говорится, все, кроме Башара Асада, вот Башара Асада не хотим. Россия занимала более сложную позицию. Она не то, чтобы была за Башара Асада. Россия считает, что не так уж важно, в общем. Или важно, но это пускай сирийцы сами решат. Россия не хочет навязывать или скидывать президента другим странам. То есть с американскими методами мы действовать не собираемся? Не хочет. Ни в Киеве, ни в Дамаске Россия сегодняшняя не хочет ни скидывать, ни навязывать президентов. Это, конечно, очень странный подход, что называется такой. Ну, как мы раньше в соцблоке действовали противоположными методами. Да, делается это, конечно, более энергично. Наши президенты сидели, сначала обучались в России долго, потом их сажали. Да, казалось бы. И, в принципе, был порядок. Да и был порядок. Я не говорю, что это было неправильно, я не говорю этого. Но сейчас у них другой какой-то принцип. Сейчас у нынешних российских властей подход какой? Что не вмешиваться в чужие внутренние дела, пускай они его сами. Мы должны же чем-то отличаться от Америки. Ну, вот именно вот этим, да. И мы же всегда ассимилировали народ, они колонизировали их. Мы выставляли культуру, традиции. Но дальше они уже были под нашим покровительством. Но, видимо, такая же история и будет в Сирии. Может быть. Посмотрим. Ну, нет желания, короче говоря, не было желания навязать кого-то. Но, говорит, с другой стороны, не хочет позволить Россия, чтобы пришли посторонние силы под американским или там другим покровительством и свергли там уж незаконную власть. Это тоже не нравится. То есть, вот то же самое, как и на Украине, Россия была против свержения Януковича. То есть, не то, чтобы он был большой мечтой, конечно, нет. И тогда тоже... Ну, и Порошенко мы признали, в общем-то, одними из первых. Ну, такой вот подход у России, он примерно такой. Надо просто запомнить, что он не такой, так сказать, энергичный, как... Как был раньше. Да, да. Вот я знаю, что сейчас очень многие добровольцы, которые были в Новороссии, собираются отправиться добровольцами в Сирию. И даже идет какой-то вроде бы набор, ну, такой негласный. Может быть, его и нет, но вот я такие слышала. Ну, интересно, конечно, интересно. Но я думаю, что там будет уже и вполне регулярная армия, и Россия будет там участвовать, видимо, вполне серьезно. Это, я думаю, вещь очень хорошая, потому что России и база нужна, и воевать армией надо немножко, чтобы, так сказать, как-то люди стрелять-то пользуются. Ну, да, не забывали. Ну, и потом вот вся вот эта огромная, как бы сказать, эта группировка людей, которая откликнулась на несчастье в Новороссии, пошла помогать туда людям, терпящим бедствия от бандеровцев и от фашистов. Все эти люди должны куда-то пойти дальше, потому что если они вернутся с этими боевыми навыками обратно в Россию, то что с ними тут делать, тоже непонятно. Ну, правильно, правильно. Видимо, как раз вот война в Сирии, это как раз хороший момент, чтобы наши добровольцы отправились туда, опять же, усовершенствовали свои навыки и, может быть, потом стали какой-то регулярной армией. Да, конечно, хорошая эта идея. И защитить православных Сирии, и спасти вообще, говорится, Сирию, с которой есть договор взаимопомощи, тоже очень хорошо. А какой процент православных верующих в Сирию? Трудно сегодня сказать. Сегодня трудно сказать, потому что беженцев-то очень много. Я слышала 11 миллионов беженцев, да, с момента начала конфликта. Миллионы, ну, нет. Ну, за 4 года, в принципе, могло столько и набежать. Ну, короче говоря, очень много беженцев. Я слышал самую большую цифру 4 миллиона, что тоже много на самом деле. 4 миллиона тоже много. То есть беженцев полно, конечно. И куда они все расформировались? На Ближнем Востоке или в Уроке? В основном они побежали в Турцию, в Ливан, в Иорданию. И что говорят местные жители по поводу беженцев? Ну, что говорят, так сказать, в Турции? Тоже, говорится, турки сами, конечно, немножко их позвали. Немножко, так сказать, была такая вещь. Это было связано еще с чем? С тем, что было ощущение, что Башараса быстро падет. Что то, что произошло, скажем, в Египте или что произошло в Тунисе, что быстро произойдет падение, быстро придут новые силы к власти и все. И тогда вот беженцы смогут вернуться. А оказалось-то ведь не тут-то было. Как же совершенно власти там падать-то не собирались. И, конечно, турки оказались в этом смысле в тяжелом положении. У них там 2 миллиона беженцев из Сирии, что-то такого рода. Огромное количество. Их надо там и кормить, и ухаживать. И они сами там, ребята, не промах. Их тоже всякое могут сделать. Вот я помню, когда начинался конфликт, я как раз была в Египте. Вот там только что закончили. Ну, только во время революции египетской. Начался конфликт в Сирии. И большое количество... Ну, так вот я смотрела египетское телевидение. Поэтому я видела, что действительно большое количество повстанцев из местного населения присутствует. И из сирийцев, проживавших за рубежом. И, видимо, подготовленных там как бы для оранжевой революции, которые вернулись и возглавили повстанческое движение. Какой сейчас контингент повстанцев сирийских? А сейчас они просто совершенно разные. Есть различные группы. И религиозные, и нерелигиозные. И, собственно говоря, Россия, это большой сторонник того, чтобы как-то попытаться урегулировать. И, значит, Россия поэтому говорит Соединенным Штатам. Вот давайте составим список. Какие, так сказать, фракции оппозиции вы считаете, что они должны участвовать, так сказать, в формировании нового правительства? Американцы не ответили на этот вопрос. Это уже пару лет в воздухе болтается. Россия время от времени проводит встречи оппозиции на Смоленском бульваре или на Зубовском бульваре. Сирийская оппозиция приезжает. Россия ведь не против оппозиции. Россия ведь за расширение этой, кстати, базы. Но она не может сказать там, ваша урауса, знаешь, расширь. Но поддерживает какие-то контакты. Так что приезжают они. И тоже вот была такая интересная вещь. Приехали, значит, эти самые оппозиционеры сирийские. И спрашивают их русские дипломаты. А почему вы не хотите, чтобы мы тут же сейчас позвали бы сирийское правительство, правительственные круги, и вы вместе постараетесь до чего-то договориться? Он говорит, ну знаете, почему мы не хотим? Потому что сирийское правительство, у них есть одна идея. Они знают как и что, и что хотят. А нас 30 разных групп и у всех разные представления. То есть как мы сядем, говорится, там вот они одни, у них есть взгляд. А мы 30 между другу горло перегрузим раньше, чем мы дойдем до беседы с правительством Башара Асана. То есть должен быть какой-то посредник. И, соответственно, Россия встает в данном случае в качестве посредника. Россия готова быть посредником, но Россия одна-то тоже не может. Россия пытается поэтому договориться с помощью Америки, Саудовской Аравии, Катара, других сил. Вот он и Турции. И говорит, давайте вот каждый составит список, кого вы хотите из оппозиции, чтобы он там участвовал. Единственная страна, которая ответила, это Турция. Только Турция дала лист. Ну, показали этот список Египту, скажем. Египтяне посмотрели, говорят, нет, нас такой список вообще не устраивает ни разу. Потому что вы, смотрите, кто там есть. Эти люди связаны с турецкой разведкой. Эти люди вообще турецкие шпионы. А эти не турецкие шпионы, но они братья-мусульмане. А мы, братья-мусульман, знаете, не хотим. Мы хотим, чтобы это все было чисто светское. И никаких турок. Ну, вот, то есть, короче говоря, у всех очень разные взгляды. А в Америке тоже. И Соединенные Штаты тоже говорят. Вот это самое. Вот вы скажите, так сказать, господин Путин, мы бы хотели больше транспаренси. Чтобы все это было бы прозрачнее. Какие у вас там планы? Ну, а Путин отвечает. А мы не против, чтобы была транспаренция, но с двух сторон. А вы что там хотите? Ну, да. То есть, мы же хотим справедливости. Ну, да. Пожалуйста, мы, вы. Ну, да. А за что? Как? То есть, вот, Америка говорит, надо вот выбить ИГИЛ. Да? Выбить ИГИЛ. Хорошо, выбить ИГИЛ. А кто будет вместо ИГИЛа? Вот, американцы говорят, все, кроме Башара Асада, все, кроме законного листа. А кто? Кто эти все, которые вместо? То есть, идет все время вот это вот, такая разговорня о чем? Красные, да, черные, белые, не называйте, да и нет, не говорите. Да? На золотом лице сидели. А вот смотрите, получается, что территория Сирии испокон веку является камнем преткновения на Ближнем Востоке. То есть, сначала там приходили крестоносцы, там же огромное количество крепостей, крестоносцев осталось, да? Там тоже была борьба. То есть, ну, тогда эта борьба была, как бы, за христианизацию, да, Ближнего Востока. И Сирия, насколько я помню, одна из первых стран, да, которая приняла христианство на Ближнем Востоке. Да, конечно, конечно. Сирия, я говорю, как Палестина, то же самое. Палестина, это, кажется, Южная Сирия. Ее так раньше и называли, Южная Сирия или Палестина. Да, конечно, христианство древнее, но и до христианства, говорится, Сирия это была. В Библии рассказывается о древнем Дамаске, которому... Дамаска уже сколько лет? Ну, очень много. Много тысяч лет. Много тысяч лет. Иерусалим еще, говорится, даже деревней не был, когда Дамаск уже выселся. Вот так вот, да? И что же получается, что это какая-то очень интересная гиполитическая позиция на Ближнем Востоке? Почему вот именно там? Самое сердце Ближнего Востока. Это вот и есть сердце Ближнего Востока. Для арабов важна, конечно, Саудовская Аравия, Аравия, Хиджаз, Мекка, Медина, то есть места более дальние. Но если мы говорим про цивилизацию, про население, то никого важнее Сирии нет. Поэтому империалисты в Первую мировую войну после победы разделили на пять частей. Блистина, Иордания, Ливан, Сирия. Вот так вот говорится. То есть это все древние земли Сирии? Все это, это все даже не в такой, не в какой-то далекой древности. До 1917 года это все была одна. Сирия, часть Атаманской империи. А тут они вот таким манером поделили. И получается, что ИГИЛ, соответственно, когда заявляют о том, что он собирается разрушить Мекку и все святыни Ближнего Востока, то в первую очередь он взялся за Сирию, а дальше оттуда он уже собирается распространяться по всему остальному Ближнему Востоку. Трудно сказать, трудно понять. Потому что как-то до сих пор ИГИЛ и его агенты ни разу не выступали против проамериканских режимов. Как-то они не выступали ни против проамериканских режимов, ни против Израиля. То есть у них позиция такая, что они больше воюют с врагами Америки и врагами Израиля. Из-за этого, конечно, многие считают их чисто такими марионетками. То есть их вообще сформирование было инициировано Америкой? Ну, это трудно ответить. Может быть, и совсем нет. Может, оно было инициировано и не Америкой. Но то, что американцы, в конце концов, как-то с ними стали вести какую-то сложную игру, это да. Потому что американцы вроде бы их бомбят, но чем больше их бомбят, тем они только больше растут. То есть они особенно-то не попадают туда, куда они бомбят? Нет, нет, нет. А может ли произойти такое, что если наши интересы России сейчас на Ближнем Востоке расширяются, то мы перехватим инициативу ИГИЛ, вот там у американцев, мы возьмемся под свой контроль. Может ли такая быть ситуация? Да может, конечно, может. Как тогда это сыграет на геополитической карте мира? Ну, да вообще было бы здорово, конечно, да, усиление России, так сказать, в Сирии, конечно, было бы. Вещь непростая, потому что там с другой стороны Саудовская Аравия, у которой свои интересы, и которая сейчас ведет активную войну в Йемене. А Россия, она пытается вести сложную тоже игру, непростую. Вот Россия с Саудовской Аравией поддерживает такие отношения, скажем, невраждебные, и поддерживает отношения с Йеменом. То есть она пытается сейчас и довольно успешно играть сложную игру. Не такую вот более-менее простую, как была когда-то в советские времена. Это друзья, а это враги. А играют так, да, знаете, все партнеры. То есть получается, что вот я сейчас слышала много версий, что, например, фактор беженцев в Европе, который может разрушить как бы нерушимый Евросоюз, это происки, там, Рокфеллеров или Ротшильдов, что они таким образом пытаются расшатать Европу. Но, с другой стороны, я слышала версию, что это как раз план России, чтобы именно через вот этих входящих беженцев пошатнуть европейскую экономику, которая и так после их участия в войне в Украине стоит на очень низком уровне. Я просто не верю, что у России есть для этого способности, что Россия это может. То есть даже вот, прежде чем обсуждать, хорошо ли это для России или нет, я не очень верю, что Россия в силах сделать такую штуку. Как-то вот даже Советский Союз стоит, я не знаю, мог ли, может быть, нет. А сегодняшняя Россия, думаю, у нее нет таких вот живых контактов. Разные силы играют, конечно, в истории с беженцами. Скажите, пожалуйста, какова позиция Израиля в этом конфликте? Из Сирии, и там присутствуют разные геополитические игроки, Америка, Россия, но Израиль же непосредственный сосед Сирии. Израиль, в принципе, хочет, чтобы все вокруг было разбито в пух и прах на много маленьких кусочков, и чтобы эти маленькие кусочки между собой дрались, а он был бы белый, пушистый и посередине. Вот как в цирковом анекдоте, знаете, русском, да? А я посередине весь в белом. Вот такой, примерно, подход. То есть Израиль хочет, чтобы конфликт шел, и чем дальше, тем больше. Когда был конфликт, например, между Ираном и Ираком, Израиль постоянно помогал тому, кто проигрывал. Для того, чтобы и так 8 лет они воевали. Вот, говорится, если удастся израильтянам добиться того же результата в Сирии, так это именно то, что бы они хотели. Понятно. Спасибо вам большое, Израиль. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был Израиль Шамир, независимый обозреватель. Спасибо.